Британский принц Гарри дал интервью телеведущему Джеймсу к ордену и рассказал, что ему пришлось уехать в США, чтобы спасти психику. Об этом сообщает издание The People. Причиной отъезда была травля в таблоидах. «Мы все знаем, какой бывает британская пресса», объяснил принц. «Она разрушала мое психическое здоровье». В США ему много раз звонили его бабушка и дедушка, королева Елизавета II и принц Филипп. Чтобы посмотреть на его полуторагодовалого сына Арчи по видеосвязи, они освоили приложение Zoom, пишет Daily Mail. По словам Гарри, Филипп не привык завершать звонок при помощи специальной кнопки и вместо этого просто захлопывает свой ноутбук. Гарри утверждает, что первым словом, которое научился говорить Арчи, стал крокодил. На Рождество Елизавета и Филипп подарили правнуку вафельницу. Гарри заявил, что останется верен долгу, несмотря на изменения своей роли в королевской семье. «Я всегда буду стараться приносить пользу», — говорит он. «Моя жизнь — это служение обществу, так что где бы я ни был, я буду заниматься тем же». Принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи с 1 апреля 2020 года. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения «Ваше королевское высочество», госфинансирование и торговой марки «Сасикс Ройл». Спустя год они лишились статуса покровителей ряда учреждений и благотворительных организаций, а у принца отобрали почетные воинские титулы, в том числе звание генерал-капитана королевской морской пехоты Великобритании. После заключения договора с видеосервисом Netflix Гарри и Меган достигли финансовой независимости от королевской семьи. 14 февраля они объявили, что ожидают второго ребенка. Принц Гарри намерен вернуться в Великобританию, чтобы навестить своего дедушку в больнице. Для этого ему придется ненадолго оставить беременную супругу Меган Маркл одну. Заботливый внук убежден, что должен непременно повидаться с пожилым человеком и поддержать его. Чтобы встретиться с 99-летним герцогом Одинбургским, герцог Сасикский возьмет частный самолет, если принцу Филиппу вдруг станет хуже, сообщает The Mirror. Годом ранее герцоги Сасикские объявили о сложении полномочий работающих членов королевской семьи, выразив готовность вести независимую жизнь. Королева Елизавета II была не в восторге от такого известия, но дала родственникам время передумать. Прошел год, но принц Гарри и Меган Маркл оставили свое решение без изменений. 19 февраля они официально лишены королевских полномочий. Букингемский дворец официально заявил, что теперь принц Гарри и Меган Маркл больше не будут исполнять обязанности, связанные с общественной службой. Герцоги Сасикские ответили, что продолжат жить служением вне королевской семьи. Беременная Меган Маркл во время появления онлайн на записи ролика с потифи-стрим он покрасовалась не только дорогущими платьями от Оскар де Лоренто, но и засветила брендовое кольцо с шестикаратным розовым сапфиром. Канадская марка, производитель украшения, не применула похвастаться этим в Инстаграм. Ювелиры рассказывают, что новое украшение на пальчике герцогини Сасекской сделано из переработанного желтого золота с россыпью бриллиантов 0,20 карата. В центре кольца красуется розовый сапфир rose-cut pink сапфир в шести каратов. Сейчас герцогиня в положении, что не могло не отразиться на ее внешнем виде. Поклонники отмечают, что 39-летняя Меган выглядит великолепно. Свежести ее образу придало платье с принтом лимонов Оскар де Лоренто стоимостью 3492 долларов. Мы не только радуемся подкасту Archul Audio, а и невероятно гордимся тем, что Меган решила одеть одно из наших экологических украшений во время своего первого публичного выступления с момента объявления о своей беременности, подчеркнули создатели украшения. Также в день записи последнего видео на Меган часы от Кортье и браслет от этого же бренда. Герцог и герцогиня Сасекские получили эмоциональное письмо от королевы Великобритании. Об этом сообщает Daily Star. По данным источников, приближенных к монаршей семье, Елизавета II отправила принцу Гарри и его жене Меган Маркл послание, в котором прокомментировала их решение покинуть Великобританию, перестать исполнять обязанности старших членов королевской семьи и обрести финансовую независимость. Отмечается, что королева направила письмо около двух недель назад, до того, как лишила Гарри и Меган статуса покровителей ряда учреждений и благотворительных организаций. Букингемский дворец отказался раскрывать содержание письма, уточнив, что оно отражало мысли ее величества касательно государственной службы. Ранее Букингемский дворец объявил, что принц Гарри и его супруга не вернутся к исполнению обязанностей старших членов британской королевской семьи. При этом Гарри и Меган сохранят за собой титулы герцога и герцогини сасекских, которые были пожалованы им в качестве свадебного подарка. Формально супруги остаются его и ее королевским высочеством, однако, как и прежде, у них нет права использовать эти титулы. Принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи с 1 апреля 2020 года. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения ваше королевское высочество, госфинансирования и торговой марки Сассикс Ройл. После заключения договора с видеосервисом Netflix Гарри и Меган достигли финансовой независимости от королевской семьи. 14 февраля они объявили, что ожидают второго ребенка. Вчера вечером 39-летняя Меган Маркл и 36-летний принц Гарри вышли на связь с поклонниками впервые после объявления о скором рождении второго ребенка, а также окончательного решения королевских привилегий. Супруги появились в 20-секундном тизере своего аудиоподкаста Archul Audio, выходящего на интернет-сервисе Spotify. В коротком ролике Меган, одетая в платье Оскар де Лоренто, и Гарри рассказывают, почему именно решились на создание подкаста и описывают его преимущества. Мы создали Archul Audio, чтобы убедиться в том, что мы можем помочь всем голосам быть услышанными, а также чтобы узнать истории людей. Начала на видео Меган. Самая важная часть всего этого – попытка создать общество, где вы можете поделиться своими мыслями, а также побудить других поделиться своими слабостями в абсолютно безопасном пространстве. Продолжил Гарри. Еще в середине декабря прошлого года герцог и герцогиня Сасекские объявили о заключении контракта на многолетнее партнерство со Спатифи. С того момента Меган и Гарри успели выпустить свой первый подкаст с Элтоном Джоном, Джеймсом Кардином и другими звездными гостями. Интересно, что новый короткий ролик с участием Меган и Гарри появился в сети спустя всего несколько часов после того, как стало известно о возможных изменениях в большом интервью пары о Преоинфри. Дело в том, что беседа была записана еще до того, как пара официально подтвердила, что больше не вернется к своим королевским обязанностям. После этого королева Елизавета II лишила внука и его супругу всех королевских привилегий, речь идет о почетных военных назначениях и статусе покровителей ряда организаций. Когда принц Гарри и Меган разговаривали с Опрой, они еще не предполагали, что у них отнимут право быть покровителями. Они явно этого не ждали и говорили так, будто им предстоит и дальше играть свои роли. Рассказал инсайдер в беседе с Миррор о причинах возможной перезаписи интервью супругов. Шоу Опрой с участием Меган и Гарри должно выйти в эфир 7 марта. Всего же за несколько часов до этого со своим ежегодным телевизионным обращением в честь Дня Содружества выступит и королева Елизавета II. Примечательно, что именно в этот раз обращение королевы по каким-то причинам выйдет на сутки раньше начала празднования Дня Содружества. Таким образом, речь королевы Елизаветы II появится в сети несколькими часами ранее первого большого интервью Меган и Гарри после сложения с себя королевских обязанностей. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова